Когда заморозили накопительную часть, так как я работала именно в фельсионном государственном ходе, хорошие деньги там зарабатывала, но уже не получалось этого делать из-за того, что, ну как бы сказать, нас уволили. Да, да, да. И я сюда пришла именно как на работу, как на доход. Девять детей кормить. Давайте похлопаем. Я понимаю, что меня тоже сюда привел кризис. Я вообще педагог, педагог по образованию, и так получилось, что я предприниматель по своей сути, я всегда что-то предпринимаю. Из школы я ушла, но с образованием я не завершила свою деятельность, и поэтому я понимаю, что вот эта работа с детьми приводит к общему выгоранию человека. А как же восстановиться? Вот есть разные способы. Первый способ – поспать. Но у педагога это не получается. Когда у меня муж спрашивает, что тебе снилось, я говорю, ну что мне может сниться, кроме уроков? У меня постоянно эти уроки 24 часа в сутки. Я искала повод, а как же действительно восстановиться? Вот когда попала сюда, я узнала, что можно это сделать. Очень даже успешно восстановить свой организм. Самое главное, дети уже не раздражают, а наоборот радуют. И когда ко мне дети приходят разные, проблемные, я уже вижу их проблемы. Откуда они, ну такое у них поведение? Я спокойно реагирую. Вот это уже действительно большой результат. Спасибо, что поделилась. Татьяна, поделись тоже. Выйди, расскажи свой кризис. Что вас привело? Я пришла сюда случайно, тоже, как и все, наверное. А кризис такой был. Я упала и порвалась ее мениск на ноге. Первой и четвертой степени, разрыв мениска. Две больницы, платные и бесплатные, сказали, только операция. Ну, бог послал мне девушку. Просто вот случайно. Я иду хромаю, а она говорит, что хромаете? Говорю, вот так и так. Говорю, иду на операцию через две недели. Она говорит, не ходите. Приносят мне на коленник. Ну, я, конечно, это не поверила ничего. Просто на коленник. Через пять дней я пошла. Вот мои колена. Вот я, конечно же, сразу сюда пришла, вступила. Большой пакет здоровья купила. Ну, вот она, я здесь. Это уже пять с половиной лет. Без операции. Без операции, да, без операции. Просто, просто, вот носила на коленник. Ну, носила я его, конечно, и не снимала. И спала в нем. Если очень-очень жгло, на полчаса его сниму. Опять одеваю его. Без всяких, без всяких, без разных вот примочек там или чего. Просто вот на коленник одеваю и все. И замечательно. Прямо замечательно. Ну, если бы не эта ситуация с ногой, да, девушка бы не обратила внимание. Я бы здесь не была, конечно, потому что я не знала, хотя уже корпорации сколько лет, да, и я в семнадцатом году сюда пришла, вот, ну, в конце семнадцатого года. А так, первый раз услышала, и, конечно, я была, ну, просто вот так вот. Это не мое, это не то, я не знаю, это, это все развод. Ну, а вот он не развод, это прям замечательно получилось. Спасибо, Татьяна. И давление у меня тоже было очень большое. Сейчас, слава тебе, Господи, каждый день меряю. 118 верхняя, 116, 123, а было 220. Всего доброго. Спасибо, Татьяна. Спасибо. Кто еще с нами хочет поделиться? Юрий, хотите поделиться с нами? Выходите. Давайте, давайте. У нас яниская энергия. Давайте, разводим. Сюда, сюда, сюда. Всем добрый день. Меня зовут Юрий, я буквально недавно здесь появился в этом замечательном коллективе и в компании «Хок-хок». Благодаря своему партнеру и пригласителю, у меня их, наверное, два, да, Людмила и вот Татьяна, непосредственно они в паре работают, дружно таким коллективом, и наконец-то, так сказать, до меня достучались, а для этого понадобилось целых 10 лет. Не поверите. Аж я вспоминаю в 2011 году, когда я впервые пришел в гости к Людмиле, ну, вы понимаете, о каком Людмиле я говорю, Никитиной, да? Людмила Никитина, бриллиант, рекорд. Да, да. И она только, правда, начинала свою деятельность в компании «Хок-хок». Как бы начинала, может быть, даже на мне как-то практиковаться. Первые такие вот, так, свои уроки она, так сказать, проходила. Ну, вот я был у нее, наверное, одним из первых. Ну, просто, по любопытству, как бы, да, увлекался в то время, и сейчас я увлекаюсь исключительно поиском дополнительного источника дохода, то есть формированием пассивного источника дохода. Я правильно понимаю, что на пенсии? Я военный пенсионер. Военный пенсионер, да. Ну, военный пенсионер, как бы, у нас военный пенсионер немножко, наверное, побольше пенсии получает, чем гражданский. Но я не тот товарищ или не тот военный пенсионер, который довольствуется тем, что имеет. Я всегда ищу что-то новое для себя, дополнительное. Я пытаюсь как-то развиваться, вот, получать новые какие-то знания, вот, общение с людьми для меня всегда было интересным. И я в свое время работал, ну, как бы, военные люди в любом случае работают всегда с подчиненными, это в военном коллективе всегда есть подопечные. А после увольнения из рядов вооруженных сил, я некоторое время работал в администрации, то есть там тоже работа с людьми, главой администрации, главой местного поселка. Мы поняли ваш кризис в том, что у вас перестало быть общение с людьми еще. Ну, как бы, да. Вы сидите так дома, в замкнутом пространстве, не думаете. Я могу сейчас долго заряжать, заводить, и то у меня получается, да. Где же моя аудитория? А вот здесь, в этой компании, вот через определенный промежуток времени, я говорю, компания 20-10 лет, Людмила до меня достучалась, вот, она показала, что тут мало того, что здесь есть здоровье и качество жизни, вот, но тут ведь есть тот же самый и дополнительный источник дохода, в поисках которого я все время находился. А я вам скажу, что поиски были такие тернистые, были удачные, были неудачные, то есть где-то что-то я и вкладывал на сериал, потом снова искал новое, снова вкладывал, снова что-то зарабатывал, а что-то терял. То есть, вот такого надежного, серьезного, вот такого долгосрочного, ну вот почему-то у меня вот не получалось найти, как бы, а вот сейчас я вижу, это самое, эту самую находку я вижу и вот в этой компании. Помимо того, что здесь есть дополнительный доход и завод, есть еще и здоровье. Есть еще здоровье, а это очень-очень немаловажно. Согласитесь, Илья, да, вот здоровье в одной руке, да, а доход все в другой руке. Два крыла, две руки, две ноги. И вот сегодня я, я вам вообще признаюсь честно, сегодня я имею прекрасные вот это вот, так сказать, вот этот инструмент. Боюсь, у вас есть. Да, Бен, да. Третьим поколением совершенствуем. Ну и сегодня я занимаюсь, и вот так же продолжаю надежными инвестициями, которые я нашел. Ну, это другая тема. А здесь, я еще раз говорю, я очень рад тем людям, которые меня сюда пригласили, и я с удовольствием буду обучаться, осваивать продукцию замечательную и оздоравливать себя и своих родных и близких. Благодарим вас, Жаня. Благодарим. Вот, знаете, как пошла мужская энергетика, да, как вот за, как девчонки все за, аж с удовольствием, с любовью на вас смотрели. Да, и как раз, что касаемо Бэма, как раз он только, только, я уж теперь боюсь, что мне не забыли. Да, представляю вам, Елена Анатольевна, она воспитала очень много поколений профессиональных современных балерин. Главное в моей работе, чтобы дети были здоровы. Вот ваш кризис, вы как пришли сюда? Ну, у меня просто нету кризисов, у меня все так, подъем и спуски, это, это, а вот чтоб совсем кризис, я не хочу назвать этим словом. Не надо совсем. Я просто про то, что каким образом я пришла, пришла ко мне Галина Егоровна, недалеко, вчера я ее видела, потому что был праздник, день ее пожилого. Скажите, сколько Галины Егоровне летит? Восемьдесят пять. Она прекрасно выглядит, все, и с радостью мы просто, был концерт, и она была на этом концерте. Она была руководитель партии пенсионеров. Да. Так что... Вот, и она просто пришла мне и говорит, у тебя столько детей, у тебя столько вокруг, тебе нужен Бэм. Это чтобы, знаете, Елена Анатольевна, ваши ребятишки, ваши балеринки, все каждый раз ходили на все занятия. Я просто скажу, как баба-балерина. Чтобы ходили, чтобы были здоровы. Да, я знаю, тут у нас продолжение профессиональные есть такие, потому что дочка... Мне сейчас и младшую находят на хрена. И младшая уже, уже тоже балерина. Вот, поэтому, и как раз он в это время появился, Бэм. То есть он вот только-только первый Бэм. И она говорит, как, ты что, тебе нужен? Ты устала, раз массажик, и все. Тут же пришли, прям обучали там же, в нашей студии. И проводили мы там сеансы для церебрального, больных детей с церебральным больничом. Очень много. Елена, сколько у нас ребятишек прошло? Ой. Там три дня мы прям вот... Три дня вплотную работали. Вплотную работали. А количество какое прошло, не помню? Ну, больше тридцати. Больше тридцати. Да, то есть, и видели результаты. Причем, не только же ребятишки, у нас и мамы тоже. И мамы, и те дети, которые у нас занимались, они тоже как бы... То есть, исправление столиозов, и как бы... Не только эти, а другие болезни уходят у нас. И желудочные болезни, и опорно-двигательный аппарат. Поэтому вот, благодаря этому, и хотелось бы, чтобы это здоровье было доступно всем. Да, да, да. Это не особенно хорошо сказать, что не надо пускать кризис в своей жизни, она сразу в ухо приколитет. Давайте в целом про кризис проговорим. Вот, на самом деле, сколько много профессий, да, которые просто скоро исчезнут. Какие профессии скоро совсем исчезнут? Парадакции. Парадакции, да, да, да. Скоро будет онлайн-продажа, вообще доминирующая продажа, да. А еще какие профессии? Скажите, вообще интеллект будет на меру куражей? Искусственный интеллект будет. Поэтому надо как-то так осторожно ко всему относиться, что пропадает. Вы же не чувствуете кризис в своей работе? Вот вы, допустим, риэлта, правильно, по недвижимости. Вы чувствуете кризис в стране, в мире? Мы его постоянно чувствуем. Вы его постоянно чувствуете? Каждый год. Ощущаем. А знаете, так сейчас частое слово, какое мы слышим? Какое сейчас самое модное услуга на рынке? Какая? Услуги по списанию банкротства. Согласны? Да. Откуда это идет? От того, что потребительский уровень людей снижается. А почему снижается? Потому что та профессия, по которой они работают, она что? Она становится менее востребованной. Она не обесценивается. Ее не надо просто. Нет, нет. Это можно сделать по всем. Лена Анатольевна, ваша профессия была-будет всегда. Мы вас любим. Я просто к тому, что, смотрите, очень многие профессии, согласны, да? Очень многие профессии просто уходят с рынка. Не потому что они не нужны, а потому что заменяет уже более какая-то техническая сторона вопрос. Сейчас стало больше упрощения. Сейчас в один клик можно все заказать, тебе доставить. Через 15 минут ты можешь там все приготовить, да? Даже щи не надо варить, да? Выбрал, все щи пришли, просто подогрел, да? То есть и так далее. Еще в чем кризис? Кризис в сознании людей. Когда идет, знаете, как перестройка. Мы привыкли к одному стилю, да, жизни. А тут наступает что-то новое. И человек не всегда успевает за современной, да, жизнью. Даже мы, среднее поколение, там, 40-50 лет, мы уже что-то недопонимаем. То, что знают наши дети, а уж внуки-то тем более, да? Ну, вот там в гаджетах. Вот. Поэтому, чтобы выйти из этого кризиса нам, вот, взрослым, да, осознанным людям, нужно что-то в своей жизни менять. А как менять? Я сейчас вам скажу. Это просто посмотреть, что вокруг в мире творится, да? И куда мне направить свое внимание, энергию, фокус, да? Для того, чтобы там найти себя. В первую очередь, познакомиться сам с собой, со своим телом, со своей жизнью. Разобраться с собой. И в то же время найти, как свой источник здоровья в долголетии, да? Вот у меня трое несовершеннолетних детей, хотя мне 46 лет. Моя младшая дочерь сейчас 6 лет, а мне 46. Мне хочется оставаться здоровой для того, чтобы ее поднимать и поднимать, да? А что? У меня есть для этого корпорация ФОХОВ. Я сюда пришла, я с любовью в этой компании живу и работаю. И второе, то, что мне компания еще плюсом дает финансовую возможность для того, чтобы оздоравливаться и поднимать всех моих трех ребятишек. Поэтому вот кризис, он часто Всевышним дается для того, чтобы произошли перемены в жизни. Нельзя бояться кризисов. Надо благодарить, что он настал. И он для чего-то настал. Просто надо честно себя спросить. Наверное, я так больше не хочу. Наверное, мое тело, да? Если человек заболел, это кризис, тело говорит, наверное, я что-то, я уже готов к чему-то большему, да? Что-то надо с этим делать. И второй момент, если это кризис касается денег, если вдруг, не дай бог, у кого-то банкротство, да? Это о чем говорит? О том, что тот источник дохода, который есть на сегодняшний момент, он не соответствует тем потребностям физическим, финансовым, моим интеллектуальным, потому что все равно мы вкладываемся, да, в свой интеллект. И плюс еще развитие своей семьи, своих детей. Мы же как хотим. Для детей все самое лучшее. Вот у меня младше, 6 лет, она мне ходит, кроме хореографии, она мне ходит ворд-класс на плавание, на индивидуальные занятия. Это стоит денег. Я как мама, я же не буду говорить, ой, прости, извини, у меня там денег нет. Я как мама, что, беру, родила, беру ответственность на себя и зарабатываю, для того, чтобы мои дети могли купить, что вот, все самое необходимое для них, и в хорошем качестве, да, и жизнь, чтобы у них была качественная, согласна? И только мы, родители, да, ответственные за судьбу наших детей, пока они несовершеннолетние. Поэтому кризис, мы говорим, это плюс. А, раз уж мы вот в китайской компании, смотри, слово кризис в Китае состоит из двух иерогликов. Да. Один из которых, что я говорю? Возможность. Возможность. Поэтому кризис, это плюс, это возможность. То есть посмотрите в своей жизни, еще раз пересмотрите. Если вы сюда пришли, значит, эта возможность у вас сейчас, прям сейчас появилась. Вот, и это такое классное, классный период в вашей жизни, да? Знаете, я когда в Москве работала, у меня такой стоял календарик, и там было написано, что такое счастье, да? Когда написано, что для счастья нужны перемены. Вот, для счастья нужны перемены. Вот, меняться что-то надо. Раз, поменялся. Вы находитесь сейчас в официальном представительстве корпорации ФОХОУ. Компания ФОХОУ – это сетевая компания. Но если посмотреть на глобальном, таком международном рынке, да, то в компании ФОХОУ существует много преимуществ. Я акцентирую только на пяти первых, и потом перейду на продукцию, вы понимали, компании. Продолжение следует...